Привет! Как дела? Наступило лето и пришла пора отпусков. Что же делать тем, кто остается в Лондоне в летний период времени? Сегодня я начинаю серию рассказов о том, куда можно выехать на морское побережье недалеко от Лондона, а также где в Лондоне можно найти пляж, чтобы позагорать и покупаться. И естественно сегодня речь пойдет о Брайтоне, самом главном лондонском курорте, до которого можно доехать из Лондона всего лишь за час 15 минут на поезде от вокзалов Виктория, Blackfriars или London Bridge. Я ездила в Брайтон практически каждую неделю, каждый выходной. Если в Лондоне не происходит никаких мероприятий, первым делом, о чем я думаю, это поехать на пляж, позагорать и покупаться. И конечно же самый ближайший пляж это Брайтон. Море я обожаю, без него я жить не могу, поэтому хоть какой-то кусочек лета я всегда старалась ухватить на этом лондонском. Но он считается лондонский курорт, потому что это самая ближайшая точка к морскому побережью. Итак, сегодня рассказ про Брайтон. Самый дешевый путь до Брайтона это поезда, которые называются Тэмслинг. В том году билет до Брайтона туда и обратно стоил 12,50, это около 1000 рублей. И практически каждый выходные, ну может быть через выходные, я садилась в поезд и ехала в Брайтон. Будь то с друзьями, будь то с мамой, часто мы ездили с братом туда. И практически всегда, когда у меня не было компанией, я ехала одна. Путешествовать одной никаких проблем для меня не составляет. Не верьте тому, кто говорит Лондон дождливый город. В Лондоне проходит небольшое количество дождей, просто они случаются внезапно. Набежит тучка и сразу же прольется дождь и снова сияет солнце. Поэтому как таковой может быть по осадкам, которые выпадают, это достаточно дождливый город. Как и в Петербурге, все говорят Петербург дождливый город, ничего подобного. Дожди, что в Петербурге, что в Лондоне проходят очень редко и просто очень внезапно налетают, проходят и улетают. Поэтому я в принципе и вспомнила про пляжи. Очень бы хотелось сейчас на самоизоляции выехать на пляж, но от меня до пляжа ехать очень далеко. Надо ехать через весь город, поэтому сегодня я вспоминаю по своим фото и видео, как я путешествовала в Брайтон. Итак, летом, когда стоит постоянная жара, многие люди едут в Брайтон для того, чтобы позагорать и покупаться. Если жара стоит 5-10 дней, то в Брайтоне без проблем такой же курорт, как и в Испании, но может быть чуть-чуть похолоднее вода. То есть для меня, так как я морж, могу купаться в Англии в начале мая в море. Для меня это уже жарко. То есть, если море накаляется до 22-24 градусов, это уже жаркое море для меня. Я привыкла купаться 17-18 градусов. Ну, естественно, когда сначала позагораю, полежу, нагреюсь. И, естественно, если есть условия того, что ты прогреешься после своего купания. Не знаю, сколько раз я была в Брайтоне, раз 50, наверное, точно. Очень мне нравится. Единственное, что там такая большая крупная гайка. На этих камушках лежать неудобно. Но можно, конечно же, арендовать лежаки. Около 4 фунтов, что ли, там в час стоит. Но мы никогда, мы всегда лежим на полотенцах и никогда ничего не арендуем, потому что бедные студенты. Что можно увидеть в Брайтоне? В Брайтоне есть несколько пляжей. На один можно приходить с собаками, на другой можно жарить там шашлыки, на третьем просто люди загорают, на четвертый с детьми и так далее. Везде на каждой вот такой расчерченной территории есть надпись, что можно делать вот на этом куске пляжа. То есть, да, если у кого-то есть собачки и они боятся, что на пляж с собаками нельзя, можно в определенную зону. Когда вы доезжаете до вокзала в Брайтоне, вам нужно спуститься вниз по главной дороге, к морю и там уже выбирать пляж, какой вам нужен. Если вы пройдетесь по набережной в правую сторону, если смотреть от вокзала, то там уже начинается другой город под названием Хуф. Вот с таких вот маленьких домиков, которые называются хатс, то есть пляжные летние домики, которые люди могут арендовать. Кто-то ими владеет, а кто-то арендует на лето. Снимают, у некоторых там даже есть холодильник, плита, кто-то там спит, ночует, кто-то просто снимает на день, чтобы иметь возможность побыть в тенечке. Потому что иногда такое пекло бывает, аж под 40 градусов, да-да, в Лондоне такая температура бывает, так же, как в принципе и везде в каждом городе. Ну, конечно, недолго, 3-4-5 дней. Когда надо ехать на пляж, мы едем в Брайтон. Если у нас есть больше времени, мы тогда уезжаем на другие курорты. Об этом я буду рассказывать позже, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить о других курортах, на которые можно попасть из Лондона. Но иногда бывает, не угадаешь с погодой, стоит круглосуточная жара, и только ты выезжаешь в Брайтон, там набегают тучки, и как бы не загорать, не купаться невозможно. А если еще дует сильный ветер, то вообще очень холодно. Поэтому бывало так, что мы приезжаем в Брайтон позагорать, покупаться, а даже раздеться в купальнике не можем, потому что холодно, и мы просто идем гулять по городу. В городе очень много различных граффити, а также маленьких локальных магазинчиков. Нам с мамой очень понравился один магазин, который мы нашли недавно, буквально 2 года назад. Это типа рынка Портабелла, то есть там очень много всяких антикварных вещиц, или просто старинных, или просто... Ну, люди просто приходят и сдают туда все, что им не нужно в доме. И мы так вот иногда ходим по этому магазину, как по музею. Кстати, музей в Брайтоне тоже имеется. Я была там один раз, бесплатно почему-то, сейчас он платный музей. Там есть картина-галерея и немножечко об истории города. Основная особенность этого музея, снаружи оно выглядит очень красивым архитектурным сооружением, такого восточного типа, с такими куполами, что-то под Тадж-Махалу построенное. Это очень интересный музей, его очень просто найти, поэтому если кто-то желает узнать побольше об истории города, заходите. По-моему, стоит вход 4 фунта. В Брайтоне есть такой большой длинный пирс, на который можно выйти прямо над морем и погулять, пройтись, подышать свежим воздухом, бризом, увидеть море чаек, волны. Обойти вот так вот его вокруг. А внутри этого пирса находится центр развлечений, где есть такие автоматы, куда кидаешь денежку и там можно что-то выиграть. Мы так с братом и с мамой ходили часто вот по таким морским городочкам. Это практически в каждом морском городочке есть такой пирс, где есть центр развлечений. И можно вот в эти монетки играть и что-то выигрывать, какие-то сувенирчики. Помимо этого, там, конечно, много всяких развлечений для детей, всякие машинки, каталки. Я не знаю, я это не замечала, потому что, ну, это не мои развлечения. Вот в денежки поиграть иногда мне нравится. И вот так вот мы выигрывали несколько раз какие-то вот такие вот сувенирчики, где написано Брайтон с английским флагом Мишка. Достаточно интересный сувенир на память о таком любимом курортном городе, как Брайтон. Помимо этого, там очень много различных развлечений. Можно покататься и на парусах, и на каких-то канои. Там очень много людей катается на разном водном транспорте. Когда-то я видела, что и даже пытаюсь на серфинге там плавать, ну, когда бывают большие волны. Ну, конечно, они не настолько большие, как в других городах, где люди специально приезжают, чтобы покататься на серфе. Об этом я тоже буду рассказывать, но в основном эти курорты находятся далеко от Лондона, на западе Англии. Недавно, ну, наверное, в 2014 или 2015 году, там установили новую такую обзорную площадку, очень интересную, от British Airways. Это та же компания, которая строила лондонское колесо на Темзи в качестве обзорной площадки. Так вот здесь стоит такая огромная колонна, я не знаю, сколько метров высотой, наверное, 80. Весь процесс стройки, когда привозили эти трубы, чтобы устанавливать, как это все строили, краном поднимали, огромная такая конструкция. Для меня было это, ну, я была в восторге от всей этой постройки. Все происходило на моих глазах, я все это снимала. Не знаю, остались ли у меня какие-то фотографии, потому что, к сожалению, 2015 год, лето, полностью у меня все удалился, весь архив, из-за того, что мой компьютер перестал работать, и мне пришлось его просто выкинуть. И все, что у меня было на жестком диске на этом компьютере, пропало без вести. Так вот, когда я построила эту обзорную площадку, я, конечно, там еще ни разу не была, потому что бесплатно мне не удалось туда попасть. Но, может быть, когда-нибудь запрошу аккредитацию, чтобы поснимать и показать вам. Значит, это огромная такая колонна с вращающейся, как бы, летающей тарелкой вокруг. То есть, она поднимается, эта тарелка, наверхушку, и там можно ходить по ней и смотреть во все стороны. И также потом опускается. Некоторые фотографии я видела с этой тарелки, но для меня не показалась она интересной, потому что, с одной стороны, там только море видно, а с другой стороны, ну, небольшой городок, ну, что там смотреть. Ну, не знаю, может быть, интересно. Как-нибудь все-таки надо будет сходить и вам показать, и рассказать. Конечно, я в этом году очень сильно надеялась попасть еще в Лондон по моей визе, которая действует еще до сентября. Но что-то мне подсказывает, что до сентября мне не удастся выехать. Ну, будем надеяться, может быть, в августе получится. Сейчас пока только-только мы начинаем выходить из этой пандемии, из этого кризиса. Весь мир в шоке. Конечно, туристические потоки надо восстанавливать и дальше как-то развивать бизнес, потому что это во многих странах основной источник дохода государственного бюджета. Ну, будем надеяться, скрестим пальчики, fingers crossed, и поживем, посмотрим, как будут складываться события дальше. Ждите следующих репортажей и рассказов о других английских курортах, на которые можно выехать без проблем из Лондона. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!